Беседа на слова апостола. 1 Коринфянам 11.19. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Недавно это духовное зрелище наше было достаточно взволнованно. Когда я изображал вам словом Иерусалим, плачущий и возвещающий о собственных бедствиях, тогда я видел, как прискорбные очи ваши источали потоки слез, видел из этого сетывания, что душа каждого была исполнена воздыханием и сокрушением. Приметив это, я тотчас прекратил такое прискорбное изображение. Прервал свою речь и удержал вопль, который готов был вырваться из сердца каждого. Душа, объятая печалью, не может ничего здравого ни говорить, ни слушать. Но почему теперь я напоминаю вам об этом? Потому что имеющее быть сказанным сегодня сходно с сказанным тогда. «Как то направлено было к истреблению нашей беспечности в жизни и исправлению лености в действиях, так точно и то, что мы скажем теперь о тщательном соблюдении догматов, может сделать нас более твердыми, во всем совершенными и достигшими, по слову Божественного апостола, в мужа совершенную, в меру возраста». Эфесянам 4.13. «Тогда мы врачевали ваше тело, а теперь будем врачевать голову». Тогда словами Иеремии, а теперь словами Павла. Какие же эти слова Павла, которые предстоит нам объяснить сегодня? «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Это предмет немаловажный. В самом деле, если в виде совета, Павел говорит, надлежит быть и разномыслием между вами, то вводители ересей невиновны. Но это не так. Не так. Это слова не советующего, но предсказывающего будущее. Как врач, видя больным человека, преданного объедению, пьянству и другим запрещенным делам, говорит, что это расстройство должно произвести горячку. Говорит не в виде закона или совета, но в виде предсказания о будущем, судя по-настоящему. И как земледелец или кормщий, видя скопление облаков и удары грома с молнией, говорит, что эти облака должны произвести непогоду и сильный дождь, говорит, не в виде совета, но предсказания о будущем. В таком смысле и Павел говорит, слово надлежит, подобает. Так часто и мы, видя людей ссорящихся между собой и осыпающих друг друга тяжкими злословиями, говорим, что должны произойти между ними столкновения и заключения их под стражу. Говорим не в виде увещания или совета их, может ли это быть? Но заключаю по-настоящему о будущем. Так точно и Павел не в виде совета говорит, но надлежит быть разномыслием между вами, но предсказывая и пророчествуя об имеющем случице. А что он не советует быть ересем, доказывает слова, которые сам он говорит. Если и ангел с неба сойдет и будет говорить вам не то, да будет анафема. Галатам 1.8 Сам он отвергает обрезание, так как уже неблаговременно было соблюдать его, и оно нарушало бы чистоту проповеди. И говорит, если обрезываетесь, то нет вам от Христа никакой пользы. Как же, скажешь, он присоокуплил причину, сказав, чтобы открылись между вами искусные слова, да, чтобы. В Писаниях часто означает не причину, а следствие дела. Например, Христос пришел и даровал прозрение слепому. Этот поклонился ему, а иудеи по исцелению его делали все, чтобы затмить это чудо, и гнали Христа. Тогда он сказал, на суд я в мир сей пришел, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Неужели он пришел для того, чтобы они стали слепыми? Он пришел не для того, но так случилось, и это следствие он выразил в виде причины. Еще. Закон дан был для того, чтобы воспрепятствовать совершению грехов, чтобы сделать более скромными тех, которые получили его. Но по нерадении их вышло противное. Грехи умножились, поэтому Павел говорит, и когда пришел закон, то умножились при грешении. Римлянам 5.20 Между тем, не для того он пришел, но чтобы уменьшить при грешении. А это случилось по развращению тех, которые приняли его. Так точно и здесь. Слово «чтобы» означает не причину, а следствие. О том же, чтобы была другая причина этой ерехии, что не для того были ереси, чтобы искусные были явлены, и что они происходили по другим поводам. Послушай Христа, который объясняет нам, что Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе севе на поле своем. И когда человек спал, то пришел враг человек и посеял плевелы. Видишь ли, что ереси от того, что люди спали, были беспечны, не тщательно внимали сказанному. Итак, чтобы кто-нибудь не сказал, для чего же Христос попустил это? Павел говорит, это попущение нисколько не вредит тебе. Если ты искусный, то еще более обнаружишься таким. Не все ведь равно стоят в правой вере тогда, когда никто не поставляет преткновений и не соблазняет, или быть твердым и непоколебимым среди нападений бесчисленных волн. Как напоры ветров, колебля, дерева со всех сторон делают их более крепкими, если они хорошо и твердого укоренились. Так точно и души, утвердившиеся на основании правой веры. Какие бы ни нападали на них ереси, не развращаются, но делаются более сильными. А что, скажешь, бывает слабыми, легко развращающимися и падающими? И они подвергаются этому не вследствие нападения ересей, а вследствие собственной слабости. Разумеет, слабость не естественную, а происходящую от воли, достойное осуждение, наказание и мучение, которое мы сами властны исправить. Поэтому, когда мы исправляем ее, то получаем похвалу, а когда не исправляем, то подвергаемся наказанию. 256. А чтобы ты убедился, что внимательным ничто не может причинить вреда, я постараюсь показать это и другим образом. Что может быть злее и преступнее дьявола? Но и этот злой, коварный, имеющий великую силу, напав на Иова со всеми своими кознями и стащив весь колчан стрел своих на дом и тело праведника, не только не испроверг его, но сделал еще более славным. Так Иов не получил тогда никакого вреда от самого дьявола. А Иуда, как нерадивый и беспечный, не получил никакой пользы и от общения со Христом, но остался предателем после многих увещаний и внушений. Причиной то, что нежелающего делать добро, Бог не принуждает и не заставляет. Как он поступил и с ним. Таким образом, если мы будем бодрствовать, то и дьявол не может повредить нам. Если же не станем бодрствовать, а будем беспечными, то и от полезного никогда не получим пользы, но даже потерпим величайший вред. Таково зло – беспечность. Так иудеи от пришествия Христова не только не получали пользы, но даже потерпели вред. Впрочем, не от Христа, а от собственной своей беспечности и нерадения. Об этом послушай, как говорит сам Христос. Если бы, говорит, я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А ныне же не имеют извинения, прощения во грехе. Иоанна 15, 22. Видишь ли, что пришествие его лишило их прощения и отняло у них оправдание. Таково зло – не быть внимательным к себе и не настраивать себя, как должно. Тоже можно видеть и на телах. Того, кто страдает зрением, и самое солнце обыкновенно помрачает, а здоровому и мрак не может вредить. Не напрасно я распространяюсь об этом. Но потому, что многие, вместо того, чтобы обвинять собственную свою беспечность и исправлять свое нерадение и бесчувственность, не делают этого, но всячески изыскивают для себя разные оправдания и говорят, если бы не было дьявола, то мы не погибли бы, если бы не было закона, то мы не грешили бы, если бы не было ересей, то мы не падали бы. Это ложные оправдания и предлоги твои, человек. Внимательному ничто никогда не вредит, равно как спящему, беспечному и незаботимущемуся мы о своем спасении. Ничто не приносит пользы. Это самое выражает и Павел, когда говорит, чтобы явлены были искусные среди вас. То есть не смущайтесь и не бойтесь. Ереси нисколько не могут повредить вам. Таким образом, очевидно, что если бы даже речь была об ересях, и тогда изречение его не представляло бы затруднение, оно есть пророчество, а не совет, предсказание, а не увещание. И слово «чтобы» означает следствие, а не причину. Но что теперь у него речь не о догматах, а о бедных и богатых, о едении и неедении, о невоздержании и пресыщении богатых, и о забвениями бедных? Для этого позвольте повторить сказанное им несколько выше, иначе слова его не могут быть для вас ясными. Когда апостолы начали сеять слово «благочестие», тотчас обратились три тысячи, а потом пять тысяч человек, и у всех их было одно сердце и одна душа. А причиной такого согласия, скрепляющей любовь их, и столько душ, соединяющей в одно, было презрение богатства. Написано «И никто не имел и не называл своим ничего из имения, но все у них было общее». Деяние 4.32 Когда был исторгнут корень зол, разумея сребролюбие, то превзошли все блага, и они тесно были соединены друг с другом, так как ничто не разделяло их. Это жесткое и произведшее бесчисленные войны во вселенной выражение «моё» и «твое» было изгнано из той святой церкви, и они жили на земле, как ангелы на небе. Не бедные не завидовали богатым, потому что не было богатых, ни богатые не презирали бедных, потому что не было бедных, но было все общее, и никто ничего из своих имений не называл своим. Не так было тогда, как бывает ныне. Ныне подают бедным имеющие собственность, а тогда было не так. Но отказавшись от обладания собственным богатством, положив его пред всеми и смешав с общим, даже и незаметны были те, которые прежде были богатыми, так что если какая может рождать вся гордость от презрения к богатству, то и она была совершенно уничтожена, так как во всем у них было равенство, и все богатства были смешаны вместе. И не отсюда только, но и самого способа отдачи имущества можно видеть их благочестие. Все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену из проданного и полагали к ногам апостолов. Не сказано, что они отдавали в руки апостолов, но полагали к ногам, выражая им уважение, почтение и благоговение, какое они имели к апостолам. Они считали это дело не отдачей, а больше получением. Это особенно и значит презирать богатство. Это, собственно, и значит питать Христа, когда ты делаешь это не с высокомерием и гордостью, когда ты отдаешь так, как бы этим оказывая благодеяние, больше самому себе, чем принимающему. Если же ты не так расположен, то и не давай. Если ты не считаешь этого более получением, нежели отдачей, то и не делай подаяния. Об этом свидетельствует Павел в другом месте, где он говорит так. 2 Коринфянам 8.11.4 Уведомляем вас, братья, о благодати Божией данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокой нищета их преизбыточествует в богатстве их радушие, ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Видишь ли, как он удивляется им более за то, что они с благодарностью, прося и умоляя, щедро отдавали свое имущество. 2.58. Поэтому мы удивляемся и Аврааму, не только потому, что он заколол тельца и заместил муки, но и потому, что он с великим удовольствием и смиренно мудрием принимал странника, выходя им навстречу, услуживая им, называя их господами, полагая, что он нашел сокровища бесчисленных благ, когда видел проходящим какого-нибудь странника. Таким образом, бывает двойная милость. Когда мы даем, притом даем с охоты, ибо доброходно дающего, говорится в Писании, любит Бог. Если же ты раздашь хотя бы тысячи талантов с гордостью, надменностью и тщеславием, то погубишь все. Подобно тому, как фарисей, который отдавал десятую часть из своего имущества, но превозносился и надмевался этим. Вышел из храма, погубишь все. Не так было при апостолах, но с радостью и с весельем, и считая величайшим для себя приобретением, верующие приносили деньги и считали вожделенным для себя, если апостолы удостоивали принять их. Как те, которым поручаются высокие должности, и которые отправляются жить в столичные города, совершенно продают все свое имение, и таким образом переселяются. Так точно поступали и тогдашние люди, получив призвание на небо в высшую столицу и в тамочнее царство. Они знали, что небо – истинное их отечество, и потому, обращая в деньги свое имущество, препровождали его туда через руки апостолов. Подлинно крайне безумно допускать чему-нибудь из нашего имущества оставаться здесь, тогда как мы сами спустя немного времени должны переселиться отсюда. А что останется, то будет ущербом. Итак, пусть все наперед препровождаются туда, где потом и мы будем жить всегда. Это представляя, верующие отдавали все свое имущество, и совершалось двоякое доброе дело. Они облегчали бедность нуждающихся, и свое имущество делали большим и безопаснейшим, перелагая сокровища свои на небо. От такого закона и нрава происходил тогда в церквах дивный обычай. Все собравшиеся верные не тотчас уходили домой по выслушиванию учения, после молитв, после приобщения, тайн, по отпуске, собрания. Но богатые и более достаточные, принося с собой из дома хлеба и ясту, приглашали бедных, устрояли общие трапезы, общие угощения, общие вечери в самой церкви. Так что и от общения в трапезе, и от благоговения к месту, и от всего у них скреплялась любовь, и происходило для них великое удовольствие и великая польза. Бедные получали немалое утешение, и богатые великое благоволение как от питаемых, так и от Бога, для которого они делали это. И таким образом, приобретшие великую благодать, входили домой. От этого обыкновения происходило бесчисленное множество благ. А главное, в каждом собрании дружба их делалась более и более пламенную, после того, как и благодетельствующие, и благодетельствуемые соединялись между собой с таким дружелюбием. В течение времени коринчины стали нарушать этот обычай. Богатые, угощаясь между собой, презирали бедных, и часто не ожидали приходящих позже, замедливших и задержанных житейскими нуждами, какие бывают у бедных. От этого случалось, что они, приходя поздно, со стыдом удалялись, так как трапеза уже была снята, потому что те спешили, а эти опаздывали. Поэтому Павел, видя в этом обстоятельстве много зол, как в настоящем, так и в будущем, потому что у богатых было презрение к бедным и великое пренебрежение, а у бедных недовольствие вражда к богатым, и много другого, что могло произойти от этих зол, исправляет это дурное и прискорбное обыкновение. И посмотри, с каким благоразумием и кротостью он приступает к исправлению. Вначале он говорит так, «Но предлагаю сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Что значит «не на лучшее»? «Предки, — говорит, — и отцы ваши продавали свои имущества, поместья и владения, имели всеобщим и питали великую любовь друг к другу, а вы, которые должны были бы подражать им, не только не делайте ничего подобного, но и то единственное, что имели, потеряли, то есть вечери, совершавшиеся в собрании». Потому он и говорит, «Не на лучшее, но на худшее собираетесь». «Те предоставляли в пользу бедны все свое имение, а вы, доставлявшие им только трапезу, и этой лишили их». «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти верю». 1 Коринфянам 11.18. 260. «Посмотри опять, как благоразумно он делает исправление». Не сказал «я не верю» или «я верю», но употребил среднее выражение «отчасти верю». Не вполне верю и не вполне не верю, тому или другому быть это совершенно в вашей власти. Если вы исправитесь, то «я не верю», а если останетесь такими же, то «верю». Таким образом он и не обвинил их, и обвинил. Не обвинил совершенно, чтобы дать им надежду на исправление и время для показания покаяния, и не оставил без обвинения, чтобы они не остались при той же беспечности. «Я еще не вполне поверил», — говорит он, потому что это, конечно, означает слова «отчасти верую». Так говорил он, желая расположить их к обращению и исправлению, чтобы они отклонили и его верить, хотя отчасти чему-нибудь подобному касательно их. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Скажи же, какие это ереси? Здесь слушайте со вниманием. Не о догматах говорится в словах, «Ибо подобает быть и разномыслием вас», «но о несогласии в притрапезах», сказав «подобает быть и разномыслием между вами, дабы открылись искусные». Прибавил и то, в чем они состоят, эти ереси. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Что значит вкушать вечерю Господню? Нет, говорит он, вечерю Господню не так есть. Разумеет, у вечерю, которую Христос преподал в последнюю ночь, когда все ученики были вместе с Ним, на этой вечере Господь и рабы все возлежали вместе, а вы все рабы, и между тем поступаете несогласно и отделяетесь друг от друга. Он не знал и предателя, потому что Иуда был тогда вместе с Ним. А ты отгоняешь брата. Вот почему апостол и говорит, «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Называет вечерей Господней ту, которая совершается в согласии при общем собрании верующих. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Не сказал один Алси другой ест, но названием «опивается» более трогает их. И там и здесь говорит «неумеренность». Ты расторгаешься от пресыщения, а тот истощается от голода. Ты употребляешь больше, чем нужно, а тот не получает и необходимого. Это двоякое зло, происходящее от нарушения равенства. Он и называет ересями, потому что они враждебно были расположены друг к другу и производили распри, и один алкало другой упивался. Хорошо, сказал он, когда вы сходитесь вместе. Для чего, говорит, вы сходитесь? Для чего это схождение? Для чего общее собрание, если трапеза не бывает общую? Благо, которое мы получили, Господни. Вы же о ней предлагаете, нераздельно, одинаковым с нами, рабам. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божия и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ты думаешь, говорит, что оскорбляешь только брата. Но это оскорбление распространяется и на место, потому что ты пренебрегаешь целую церковью. Церковью называется оно потому, что принимает всех вообще. Для чего же суетность дома твоего ты вносишь в церковь? Если ты презираешь брата, то постыди с места, потому что и церковь оскорбляется этим. И не сказал, лишаете неимущих или не жалеете неимущих, но что? Посрамляете неимущих, унижаете, выразил невоздержание их самым сильным образом. Бедного, говорит, не столько озабочивает пища, сколько оскорбление. Посмотри, как кротко он оправдывает бедного и как сильно укоряет богатых. Что же скажу вам на это? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Что это значит? После объяснения гнусности поступка следует легкая укоризна и весьма справедливо, чтобы они не сделались более бесстыдными. Прежде чем показать гнусность поступка, он высказал решительный приговор. Сие же, говорит, увидев вас, не похвалю. А когда обстоятельно доказал, что они виновны во многих прегрешениях, он употребил легкую укоризну, предоставляя самим самым высказанным доводом и объяснением произвести сильнейшее обличение. Потом обращает речь к таинственной трапезе, желая возбудить в них еще больший страх. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. Какая здесь последовательность? Ты говоришь об общей вечере, а между тем напоминаешь о страшных тайнах? Да, говорит, если эти духовные тайны, если эта страшная трапеза предлагается всем вообще, и богатому, и бедному, не больше пользуется ею богатый и не меньше бедный, но всем одна честь, один доступ. И пока все сподобятся и причастятся этой духовной и священной трапезы, предложенной не уносится. Но все священники стоят, ожидая и беднейшего, и нижайшего из всех, то тем более должно так поступать при чувственной трапезе. Вот почему он и напомнил о той вечере Господней. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Та же и чашу после вечерии, сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». 262. Далее сказав многое о тех, которые недостойно причащаются тайн, сильно укорив и обличив их, и научив, что принимающие кровь и тело Христову без внимания, и как случится, подвергнутся наказанию одинаковому с убийцами Христа. Он опять обратил речь к предложенному предмету и сказал, «Посему, братья мои, собираясь на вечере, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Посмотри, как незаметно он осудил их чревоугодие. Не сказал, если вы алчите, но если кто хочет есть, чтобы каждый, стыдясь быть виновником в этих грехах, предварительно исправился, заключил он речь угрозой наказания, сказав, что «Посему, братья, друг друга ждите, чтобы собираться нам не на грех, то есть не в осуждение, на позор. Это не пища, говорит, это не трапеза, которая соединена со стыдом для брата, с презрением к церкви, объединением или чревоугодием. Это не радость, а наказание и мучение. Вы навлекаете на себя великое осуждение, оскорбляя братьев, пренебрегая церковью, делая святое место частным домом через едение пищи отдельно между собою. Выслушав это, и вы возлюбленные, заграждайте уста тем, которые без внимания пользуются словом и учением апостольским. Исправляйте тех, которые употребляет Писание во вред себе и другим. Вы узнали, о чем говорится в словах? Ибо надлежит быть и разногласием между вами, именно о несогласии бывшем при трапезах, так как иной алсит, а иной спивается. А вместе с правой верой будем являть и жизнь, соответствующую догматам, оказывая великое человеколюбие к бедным, великое попечение нуждающихся. Будем производить духовную куплю и не искать ничего больше того, что нужно. В этом богатство, в этом приобретение, в этом неистащимое сокровище, чтобы передать все имущество свое на небо и затем быть уверены в сохранении отложенного. От милости мы получим двоякую пользу. Ту, что уже не будем бояться за отданное имущество, чтобы разбойники, воры или негодные рабы не похитили его. И ту, что отложенное, не будет оставаться бесплодным, но как корень, посаженный в тучную почву, приносит ежегодно зрелые плоды, так и серебро, помещенное в руки бедных. Не только каждый год, но и каждый день приносит нам духовные плоды. Дерзновение пред Богом, прощение грехов, близость к ангелам, чистую совесть, радость духовного торжества, непостыдную надежду, дивное благо, которое уготовал Бог, любящим Его, и с теплой, пламенной душою, ожидающей милости пришествия Его, которого до сподобности все мы, прожив богоугодную, настоящую жизнь, равно как и вечной радости спасаемых, благодатью и щедротами истинного Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава с Отцом и Всесвятым Его Духом во веки веков. Аминь.